Народное творчество живет в песнях. В Чебоксарах завершился межрегиональный социально-культурный проект «Караван Наследие». О тех, кто живет в гармонии с музыкой, Рифат Фадкулин. Пальцы быстро перебирают черно-белые клавиши и кнопочки. Народный инструмент выдает неповторимые мелодии. Гармонисты-виртуозы буквально рассказывают музыкальные истории, а зрители верят им и не скупятся на овации. Одна из главных целей «Караван Наследие» – передать будущим поколениям татарскую народную песню в оригинальном исполнении, говорит руководитель национальной культурной автономии татар-чуваши Фарид Гебаддинов. Проект он себе вбирает самые старинные песни и танцы, которые мы изучили на основе своих аудентийских жителей Комсомольского района. Тут основная аудентичная песня – татар, мишарей. В мишаре они живут и в Мордовии, мы их песни записывали, Челябинская область. И потихонечку мы сегодня с этим проектом несем нашим социальным, то есть именно взрослым населению, молодежи одновременно, чтобы у нас те, которые чуть-чуть подзабыли этих песен, они чтобы вспомнили. А вот молодежь, которая никогда не слышала эту песню, чтобы они знали, какой великий народ и столько самобытного у нашего народа. Собирает и хранит культурные традиции детский фольклорный ансамбль «Тамче» из села Урмаева Комсомольского района. Своим творчеством ребята показывают все своеобразие татарского народа. Его трудолюбие, скромность, самобытность. Если мы сами не будем заниматься этим, они не будут их сохранять. Но это уж мы сами стараемся. Вот я же говорю, мы при школе искусств, у нас по классу хора, мы их набираем. Потом уж у нас занятия, уроки проходят. И они с удовольствием этим занимаются. Концерт, хотя и камерный, но его программы очень разнообразно. Звуки гармонии и флиты сливаются с душой. Хорошее настроение и воспоминания от праздника обязательно сохранятся на целый год. До следующего фестиваля. Рифат Фаткулин, Республика.